Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Давненько у нас не было фэшн-тематики на моем канале. И сегодняшнее видео я решила посвятить цветочному принту, который можно носить зимой, а также если вам 50+, а также если сайз у вас, тоже сайз плюс. Так что оставайтесь. Я думаю, будет интересно. Я подготовила для вас несколько образов и очень-очень хочу услышать ваши комментарии на этот счет, а также узнать, носите ли вы цветочный принт зимой и как обыгрываете его. Ну, поехали! Итак, на мне платье мятно-бирюзового оттенка. Это наполовину шерсть, наполовину шок, но выглядит как такая легкая тонкая шерсть. Всевозможные цветы. У него такой, знаете, свободный покрой, а-образный силуэт, рукава, такие, фонарик. Ну, в общем, три четверти. Я его заказывала портники, потому что, увидев эту ткань, я влюбилась. Ну, и видите, я обыгрываю это со своими зимними ботинками для того, чтобы немножечко сделать этот образ побрутальнее, чтобы он не был таким, знаете, мятно-конфетным. Черные плотные леггинсы или колготки здесь можно использовать. Бусы я надела, но не обязательно. Но и для того, чтобы собрать этот образ и сделать его более строгим, более зимним, я использую свой такой пальтовый, можно сказать, жилет. Видите, он такой двубортный. Его даже можно застегнуть. В качестве украшения я выбрала серьги от Рефарформы. Я их вообще обожаю. Они очень ко многому подходят. И платье смотрится совершенно по-другому. У него такой, знаете, такой просто, я не знаю, какой-то творческий, в то же время романтичный вид. И в то же время, знаете, не исключает такую строгую деятельность. Даже и бизнес-вумен может так одеться. Еще это платье можно обыграть с помощью пончо. Я взяла бордовое свое пончо. Вот так вот оно выглядит. И накинула. Можно, в общем-то, по-разному это все сделать. Но очень красиво и стильно тоже смотрится. Также вы можете утеплиться. Так что вот такой вот образ, вот такое универсальное платье. И несмотря на его как бы вроде бы не зимний посыл, оно выглядит очень уместно в любом образе и зимой. Ну а сейчас мы с вами рассмотрим образы вот с этой вот юбкой. Я увидела этот материал, знаете, он такой необыкновенный в стиле Дольче Габбана. Такие розы, великолепные цвета на черном фоне. Это натуральный шифон вискозный. И, конечно же, мне сразу пришло в голову шить такую юбку. Я заказала ее портнихи. И вот в настоящее время я ее ношу. Сегодня посмотрим, как по-разному можно ее обыграть. Ну, первый образ, конечно, самый простой, какой приходит в голову. Это просто черный такой, знаете, джемпирог тонкий. Ну, серьги я взяла эти, да, оставила. И сама юбка. Очень красивая, с такими грубыми ботинками. Здесь можно использовать и сапоги, и тильоны. В общем, все, что вам нравится. Усложняем образ розовым кардиганом. Посмотрите, он очень красиво сочетается с теми цветами, с теми розочками, которые есть на юбке. Смягчает образ, утепляет, добавляет женственности. И, конечно же, сам образ становится интереснее. Ну, и для самых смелых модниц я рекомендую еще добавить вот такого вот воротничка мехового. Ну, это уж совсем такой, знаете, творческий, богемный образ получается. Но лично мне нравится. Я лично могу и так принарядиться. Ну, а для самых отчаянных можно принарядиться и вот в такой вот свитшот с меховыми рукавами. Я его прикупила совсем недавно в H&M. Так что, если кому понравится, я думаю, что они еще вас там дождутся. Вот, честно говоря, я не решила. Может быть, я его все-таки сдам. Потому что... Ну, потому что... Но я решила его примерить, потому что, когда я его покупала, я думала именно об этой юбке. То есть, я думала, что я буду его носить именно с такими розами, чтобы сочетать несочетаемое. Но при этом все-таки этот образ выглядит, на мой взгляд, классно. Ну, и, конечно, куда же без жилета, палочки, выручалочки. Здесь получается вообще такое практически, как черное пальто. И там в распахнутом виде выглядывает юбка. Очень мне нравится, в принципе, этот наряд. Присмотритесь. Это очень смело, креативно. А главное, удобно и тепло. Следующее платье такое, знаете, тоже свободное. У образного силуэта или силуэта окон, как сейчас принято говорить. Я надела с джинсами черными скини. С ботильонами Кельвин Кляйн. Они, знаете, такие высокие каблуки, толстые, очень такие, знаете, уверенные, сразу прибавляющие рост. Вот. И именно использую как тунику. Тоже здесь такой черно-синий фон. Вполне, вполне себя уютно чувствуешь и в зимнем пейзаже. Несмотря на то, что здесь и кораллы, и какие-то цветы, морские водоросли, что-то такое, знаете, необыкновенное. Но очень-очень классно. Знаете, здесь еще очень важно, когда вы используете зимнюю, скажем так, зимнюю ткань с цветами. Желательно, чтобы вот вырез все-таки был такой по закрытию, потому что все-таки это говорит о том, что платье зимнее. Летом как-то хочется вырез поглубже, а зимой хочется горло как-то все-таки прикрыть. Этот розовый жакет как будто, я не знаю, просто ждал своего часа. Смотрите, как красиво он сочетается с этим кораллом. Здесь тоже есть такой, знаете, вытянутый силуэт, очень удобный, мягкий, романтичный и абсолютно трендовый такой, знаете, образ. Напишите, что вы об этом думаете. И я считаю, что это один из самых красивых зимних образов, насколько их можно вообще придумать. Ну, а этот образ, ну, может быть, не совсем зимний, а, скажем так, осенний, может быть, даже весенний. Это когда, знаете, ну, я просто решила это уж показать, раз мы заговорили о цветочном рисунке, принте. Грубые солдатские сапоги, джинсы скини темно-синие, в данном случае я использовала, рубашечка темно-синяя, юникло, и вот такой вот красивый цветочный жакет-платье-халат. Здесь у него еще имеется, ой, господи, что ж такое, поясок, вот такой я сзади просто там завязала, так вот, вот, видите, вот. И его можно носить тоже как накидку. В качестве украшения дополнительного я взяла сумку красно-бордового цвета, собственно, как один из цветов на этом халате. Купила в H&M, это линия Тренд. Мне очень-очень понравились, просто продается сейчас в зимней коллекции. Ну, а вот это платье следующее я прикупила в итальянском Глинфилде. Знаете, оно такое комфортное, по-моему, это стопроцентный хлопок или что-то в этом духе. Знаете, оно такое трикотажное, но при этом оно не обтягивает, а сидит очень свободно, как такой, знаете, светерок тонкий, да. У него очень красивый купонный вот здесь вот узор. И я его надела тоже в качестве туники с темно-синими скини и с моими вот этими ботинками, из которых я просто, ну, не вылезаю практически всю зиму. И как его тоже можно декорировать? Ну, начнем с пончо, да. Здесь тоже присутствует вот этот цвет. Кстати, эти платья еще должны быть в Глинфилде. У кого есть, можете, так сказать, присмотреться. Они очень комфортные, есть даже очень больших размеров. Вот, можно навернуть. И вот так вот шикарно, как мне кажется, выглядит. Абсолютно в тренде, стильно. Цветовая гамма очень красивая. Кстати, по нашему питерскому лету можно такое платье и летом носить. Это платье просто создано для всех имеющихся у меня кардиганов. Смотрите, нашла такую у себя в стиле Шанель удлиненный, Массимо Дутти. И здесь тоже он абсолютно классно сочетается с этим зеленым кардиганом, зеленым цветом, который здесь присутствует. И даже вот эта замечательная отделка. Очень комфортный образ. Сейчас буду мерить с другими кардиганами. Например, с синим кардиганом, который у меня точно такой же, как и розовый. Собственно говоря, я не знала, какой выбрать, какой купить. Синий очень выгодно покупать кардиган, потому что он сочетается с джинсами. То есть вот этот джинсовый цвет, это очень-очень-очень удобно. Потому что вы как бы вытягиваете силуэт. И вот в этом платьице есть хоть и небольшое количество, но все-таки немножечко синенького имеется. И мне кажется, цвет сразу очень освежает. Вот этот вот индиго синий греет, комфортно, все закрыто. В общем, знаете, я сама лично ношу одежду такого плана. Если, скажем так, вам это нравится, мне тоже это очень приятно будет. Кому не нравится этот стиль, я могу понять, он такой, знаете, специфический. Но что мне нравится в таком стиле, так это его абсолютная комфортность. Вы чувствуете себя очень уверенно и в то же время модно, красиво и защищенно. И раз сегодня у нас такое видео, знаете, примерочное, то и розовый, конечно же, сюда я тоже решила приспособить. Как видите, в зависимости от выбранного доминирующего цвета, либо розового, либо голубого, либо зеленого, образ получается очень разный. Но в любом случае мы выдерживаем удлиненный силуэт, то есть удлиняем его за счет вот этого кардигана. Такого, знаете, для меня лично даже ниже колена. Это марка NUM. Я купила на распродаже в Стокмане. Так что, кто живет в Питере, точно можете зайти туда. Они были нескольких цветов. И вот мой выбор между голубым и розовым закончился покупкой обоих. Еще одно платье из H&M. Это такое, знаете, платье-халат-колокольчик. Ну, я надела его тоже вот, ну, как бы по-зимнему, да, то есть с узкими черными джинсами, с кинни, с этими своими грубыми ботинками. И оно, знаете, у него вот здесь вот кармашки, и очень комфортно себя чувствуешь. Вниз можно даже свитер поднадеть. Если, например, расстегнуть, и здесь у вас еще, допустим, маленькое черное платье, то это будет уже как такая накидка, как кардиганчик смотреться. Я уж не буду мерить с розовым кардиганом. Понятное дело, что здесь тоже есть этот розовый цвет. Решила показать, как будет с черным. С черным вообще очень стильно получается. Я показала вам почти все свои платья. Еще, правда, несколько не показала. Ну, ладно, оставим их еще для других видео. Ну, я еще хотела вот изобразить такой вариант, как можно тоже комбинировать. Есть у меня видео такое, как носить мини-юбки в 50+. И, собственно говоря, этот образ из этой же оперы. Как носить мини-юбки в 50+. Рок-н-ролльские ботинки, скини-черные джинсы. И вот здесь у меня черная джинсовая юбка. Да, она мини. Уже я ее просто так или с колготками не могу надеть. Но вот в такой образ почему бы нет. Добавляю к этому рок-н-ролльному низу верх. Такой, знаете, зимний, романтичный, с розами. Это очень красивая у меня такая майка топ, блуза, которую я купила в Сандро Феррони в Риме очень давно. Но вот по-прежнему она моя любимица. И чтобы смягчить этот образ, не делать его уж слишком таким, знаете, из серии престарелый рокер, я добавила розовый, опять же, кардиган. Хотя можно было добавить, конечно же, и черный. Ну, напишите, как вам этот образ, этот эксперимент и почему бы так не носить. Вообще, цветочный принт зимой, мне кажется, очень-очень здорово смотрится. И я думаю, если у вас его нет, то вполне возможно его как-то привнести. И тогда у вас появится очень много разных оригинальных идей, которые помогут вам разнообразить обычные черные серые базовые вещи. И сейчас еще одну блузу покажу. Собственно говоря, вот она у меня. И тоже ей в обед 100 лет. Я ее всегда надеваю с какой-то майкой. Знаете, она такая датская. Купила я ее когда-то, я не помню, уже очень давно. Лет, наверное, 10. И это натуральная тоже вискоза. Здесь такие розы тоже в стиле дочи Габбана. И вот обратите внимание, она очень прозрачная. Да, ее, в принципе, даже летом можно носить, потому что она очень такая комфортная. Но у меня она проходит как зимняя вещь. И сейчас вы увидите, как это выглядит. Я надеваю такую прозрачную, казалось бы, совершенно нежную блузу на футболку с длинным рукавом. И, в общем-то, получается зимний наряд. Очень красивый, знаете, такой загадочный. Но я в этой блузе очень часто, кстати, видео записываю. Уже на протяжении всего того времени, пока я на Ютубе. Конечно же, можно надеть кардиган, жакет, все что угодно. Ну вот, собственно, самый простой вариант. Это когда блуза с цветочным принтом, кардиган, просто черные брючки, ботинки. Ну, вы уже все знаете. Ну и, наконец, кто не решается зимой носить платья, блузы, юбки, тогда нам на помощь приходят наши старые, добрые, вот такие чудесные шарфики с таким рисунком, очень красивым. Уж куда более цветочный, чем вот этот. И можно по-разному надевать, обыгрывать. Это шерстяной шарф из такой, знаете, вот белой, как бы непрокрашенной шерсти. Шарфики нас всегда выручают, поэтому, если что-то не знаешь, вернее, если вдруг что-то входит в моду, какой-то тренд, и если вы не решаетесь, например, сразу на какую-то крупную вещь, на глобальный образ в этом тренде, то шарфики, платки, они всегда нас выручают. Так как вот в данном случае я надела этот очень красивый шарф, и он сам по себе просто солирует. И я думаю, что тренд цветочный принт зимой здесь выглядит просто замечательно. Ну, наше видео подходит к концу. Как обычно, это очень энергозатратная для меня съемка. Надеюсь, что я оправдала ваши надежды, что вам понравились мои образы. Какие-то, может быть, выглядят спорно, какие-то абсолютно простые, универсально. Но я всегда стараюсь вообще создавать такие аутфиты, назовем это по-нашему по-ютубовски, аутфиты жизненные, которые можно составлять, будучи не модельной внешностью, если вам 50+, и ваш сайз плюс, вы вполне можете рискнуть и составить что-то похожее. Или придумать что-то свое, неповторимое. Собственно, к этому я всегда и призываю. И если вам понравилось это видео, я буду очень благодарна за пальчики вверх, а также, если вы поделитесь этим роликом. Ну, а с вами мы увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока!